Меса Бревис на латыни и Сакура на японском. В Люберецком дворце культуры хоровое отделение детской музыкальной школы номер 2 выступило с отчетным концертом. Он ознаменовал собой и первый выпуск хорового отделения. На концерте побывали и мы. Два хоровых коллектива «Интари Солнышки» образованы несколько лет назад. С первого дня открытия хорового отделения в музыкальной школе номер 2. Это такой вид искусства, который очень объединяет людей. То есть позволяет слышать друг друга, петь вместе. Но не бывает красиво и хорошо сразу. То есть если в первый год, когда мы набрали детей, и они должны были сразу зазвучать, это только по волшебству. Поэтому это несколько лет уходит на то, чтобы наконец коллектив приобрел такое гармоничное звучание. Опытный педагог поставил участницам хора не только голоса. Ребятам приходилось разучивать партии на японском языке и даже на латыни. Если все это они делают на репетициях вместе, то подготовка перед концертом у каждого индивидуальная. Сырые яйца для лучшего звучания голоса никто, конечно, не пьет. Я, например, просто заряжаюсь хорошим настроением. И в принципе сцены я не боюсь. И петь я люблю, так что особо такой какой-то прям конкретной подготовки у меня нет. Только живая музыка и только в хоровом исполнении. Для калерии Арбатской эти составляющие стали решающими в выборе, куда пойти заниматься вокалом. Петь в большом коллективе учащаяся музыкальной школы полюбила еще в детском саду. Когда сливаются голоса, это получается намного красивее, чем когда-то соль. И мне приятно, когда благодаря моему участию получается вот такая красивая мелодия, и мы красиво поем. Зрители, среди которых в основном родители, услышанным остались довольны. Ольга Ефремова призналась, не зря отдала детей на хоровое отделение. У меня обе дочери занимаются в хоре, старшая и младшая. Хор – это культура пения, это культура отношения к слову, к музыке, к публике. В следующий раз жители Люберец смогут услышать хоровое исполнение 24 мая на фестивале, приуроченном ко Дню славянской письменности и культуры. В нем примут участие творческие коллективы всего городского округа.